Здравствуйте! У нас тема такая очень, я бы сказал, модная и своевременная. Называется она электронное правительство. Вообще вот этот термин про электронное правительство, про то, как мы через интернет будем все наши потребности в общении, так сказать, с властью удовлетворять очень легко и быстро, вот паспорта оформлять, вот вообще, вот это мы вот как-то слышали. Но сам вся термин электронное правительство, вот он как-то вот не совсем понятен. А у нас в гостях сегодня специалист как раз по этому вопросу, по электронному правительству, кандидат экономической наук, хотел сказать, так сказать, доктор, кандидат экономической наук, Никитенкова Мария Александровна, она руководитель одного из центров в Институте США и Канады, Российской Академии Наук. И вообще она вот специалиста вроде как по электронному правительству, но так понимаю, что по электронному правительству, который там у них, а у них-то уже есть, кстати говоря, да? У них-то уже есть. У них уже есть. Я вот вам скажу, как я вот это, какие у меня навевает впечатление слово электронное правительство. Вот я представляю себе так, значит, компьютерная вот эта вот программа, которая управляет вот государством. Вот есть компьютерная программа, которая управляет системой противоракетной обороны, да? Она вот всё должна делать без участия человека. Она сама принимает решение, напали на нашу страну или не напали, пустить атомные бомбы или не пустить, то есть ракеты противнику. Ну, в общем, очень такая рискованная вещь, она её не существует. Понятное дело, что с дура ума это компьютер, тут устроить ядерную войну. Этого, к счастью, нет. А вот тут вот чем кончаются полномочия электронного правительства, на самом деле? Ну, если касаться электронного правительства, да, если понять терминологию правительства, то электронная форма предоставления государственных услуг. Это вот совершенно понятное, усреднённое понятие, что такое электронное правительство. Electronic Government. А есть ещё понимание того, что это улучшение прозрачности предоставления услуг государственными органами, своим гражданам, в общем-то, для бизнеса, взаимодействия и для неправительственных организаций. А что значит предоставление правительством услуг? Вообще-то говоря, ну, я слышал, в экономике так вот говорят, что правительство нам услуги, вот, например, руководит нами, за порядком следит. Вот, да, вот. А что, ну, что кроме справки мы с него можем попросить? Вот так вот. Дайте нам справку, что там... Да, форма взаимодействия, это, собственно, известно, да, уже все сталкивались с формой одного окна. Но вообще электронное правительство имеет несколько стадий, их там пять. ООН формирует пять официальных стадий проникновения электронного правительства. Проникновение — это лишь охват этими услугами в электронной форме территории определенного государства. И за счет чего вообще электронное правительство стало сейчас... Актуально. Да, возможно. Потому что развилась информационная инфраструктура. Из-за того, что информационные и коммуникационные технологии, вот эти вот провода, компьютеры и вся сетка, она стала существовать у нас не только в районе двух центров Москвы и Петербурга, но и по всей стране. В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» все это строилось. Так вот, следующим этапом строится электронное правительство. Что это такое? Это предоставление тех же справок, запросов от обычных людей, которые хотят что-то уточнить у себя в ЖЭКе, получить кадастровую справку, заплатить налог. Они могут это сделать через интернет или через одно окно. То есть прийти в свой ЖЭК и не ходить по многим инстанциям, а оформить свой паспорт в одном окне. А вот тут возникает такая проблема идентификации. Вдруг кто-нибудь на мою фамилию от своего лица оформит паспорт. Или вдруг кто-то переоформит принадлежащую мне собственность через одно окно. Взял и переоформил. У нас же очень милое дело с кредитной карточки списать все средства. Если большие особенно. Вопросы безопасности, естественно, очень важны. Нет, вот это тоже подразумевается. Вот такие передачи собственности, регистрации прав собственности, соответственно, передача регистрации прав собственности. Это тоже входит в понятие электронное правительство. У них-то это уже есть. У нас есть такая форма целевой, электронная цифровая подпись. Но у нас она как реализована? Через USB-ключ, вы знаете, флешка. Да, USB, так, флешку. Ее тоже мы получаем в Роском связи. То есть вот эта электронная подпись, это вот USB-флешечка, на которой записан наш какой-то длинный-длинный-длинный цифровой код. Да, два варианта. Как в кинофильме про код, который приводит в действие какую-нибудь атомную бомбу, да? Ну, примерно. Был такой фильм со Стивеном Сигалом, там надо было много-много букв набрать вот так, и тогда все взорвалось. В общем-то, да, писатели-фантасты, в общем, хорошо определили программу развития нашего общества. Мы теперь, что называется, реализуем их. Вот это и есть вот этот самый электронный подпись, да? Ну, в нашем понятии да, потому что у нас нет идентификации. То есть если я потеряю свою кредитную карточку, и человек подберет код, он сможет мои деньги списать. Если я потеряю свой вот этот вот ключ USB, он вообще может от моего имени вообще жить вместо меня. Ну, в принципе, да, он может, ну, да. При этом вы лишь заполняете некоторую, в нашей российской действительности, вы заполняете некоторую электронную форму. В дальнейшем все равно присутствует процесс, когда человек, гражданин, да, общается все-таки с представителем муниципалитета или власти. Ну, то есть человек-человек, все равно происходит это. Не все уходит только электрон. Не, ну, получив электронный ключ, то для чего получили? Для того, чтобы не общаясь, сразу через компьютер все это сделать? Ну, что касается получения загранпаспортов, что касается получения сертификатов там на жилище или еще что-то, все равно есть момент, когда некоторая проверка паспортных данных, сверка с человеком... Все-таки одного... А когда, в каких случаях электронная подпись тогда используется? Она нужна для ускорения вот всей бюрократической, да, всей бюрократической процедуры, которую возможно проделать самостоятельно или при помощи, ну, электронной формы. И в ряде случаев очень эффективно она действует. Это что касается у нас. Что касается американского опыта, там давно уже разработана электронная цифровая подпись. Но вопросы все равно с безопасностью не сняты. Это, ну, как бы... Бывают у них печальные случаи-то? Ну, там бывают печальные случаи не только, там и на атомных станциях входит кибер... Не-не, ну, опытаная станция, это бог с ней, а вот конкретный обыватель, гражданина и его электронные подписи использования. Вот, как правило, как правило, это очень аккуратно... Ну, я, по крайней мере, да. То есть надо ее хранить, так сказать, пущей глаза, да, эту флешечку? У нас... Повесить вот сюда, вот и носить там. Нет, ну, стоит, конечно, не разбрасывать ее по улице, но такого уж прямо, я думаю, что такого прямо серьезного... Это менее опасная вещь, чем оставить там пин-код от карточки. То есть все равно момент контроля человек-человек в этой области остается. Остается. Мы говорим сейчас о предоставлении вот той части бюрократической процедуры, которая есть... То есть не особенно критичной для социального положения. Да, совершенно верно. Она сокращает очередную формацию, чтобы человек в очереди не стоял, чтобы еще какие-то моменты, чтобы он мог оформить это вечером. У нас вот можно, значит, через интернет оформлять платежи за электричество, например, там как-то вот эти всякие там... Уже, да, да. По-моему, за воду и все. Практически все коммунальные услуги можно оформить через интернет. Вот это тоже как бы элемент вот такого вот. Да, можно налоги... Нет-нет-нет, это все. А, налоги можно посмотреть, что-нибудь должен или не должен, да? Все штрафы ГИБДД. Нет ли судопроизводства, как это, исполнительного судопроизводства, да? Да, уточнить. Может, я что, должен, а там штраф не заплатил? Более того, оплатить все тоже мы можем при помощи на портале госуслуги, да? Есть, предоставляется целый ряд услуг, это в России реализовано уже, целый ряд услуг, которые мы можем сами оплатить, реализовать. Не надо для этого ехать там ГИБДД или оплачивать в сберкассе. Мы можем, сидя дома на своем удобном месте, да, использовать свои кредитные карты. И этот ключ для доступа в свой личный кабинет в госуслугах, в портале госуслуг... А, кстати, это что в портале госуслуг пользоваться, надо получить вот этот самый ключ. Да, да, и там этот ключ, и второе, идентификация пенсионное свидетельство. Вот, ну это такие какие-то моменты. Но это сейчас лишь наша форма подстраховать, вот, чтобы было больше возможностей... Контроля. Ну да, для безопасности. А вы сказали про разные уровни, я так понимаю, это самый простой уровень, самый нижний? Нет, это не совсем. Простой самый уровень, это предоставление у каждого министерства, у каждого ведомства, или, может быть, не у каждого, у самых главных, имеются веб-порталы, на которых предоставлена информация о работе, о часах-приемах, какая-то та информация, которую мы могли бы получить раньше, либо звоняя по телефону, либо придя... Ну, сейчас в интернете про все есть информация. Любой магазин, любая пивная, она про себя все расскажет, где они находятся и когда они работают. Это совершенно недавно, вот, все это у нас в России произошло. Да, да, да. Ну, первичная форма проникновения, это вот такая, о которой я вам сказала. Затем идет следующая стадия, это когда мы можем получить запрос какой-то, ну, например, у нас информация о том, кто министр, есть на сайте, а нам бы хотелось получить, кто начальник департамента и какие у него часы работы. Вот это вторая форма, когда мы можем написать в это ведомство и получить какой-то ответ. Третья форма, это заполнение вот этих вот электронных анкет и получение, вот то, что уже мы сейчас описывали, это то, когда мы паспорт получаем, да, налоги оплачиваем. И последняя стадия, это транзактная стадия, это когда предоставляется еще и обратно, вы посылаете эту анкету, и с вами начинают общаться там, значит, транзакции. Транзакции, да. Как в банковских делах. Да, что вам говорят, вы, может быть, неправильно оформили здесь, здесь поправьте, и уже, ну, то есть есть уже обоюдная обратная связь. Там она включается, некоторый опрос от граждан, просто вот как, если законодательно, для чего это все делалось? Для некоторых демократических свобод, да, реализации в рамках административной реформы. И, по сути, одно из посылов, да, было то, что законодательные проекты будут выкладываться в интернете. Люди смогут с ними ознакомиться и внести некоторые поправки и влиять на этот процесс. То есть всенародное обсуждение. Да. То, что раньше называлось так. И при этом... Да, это очень здорово. И при этом... Это, кстати, роман Ивана Ефремова, этот, господи, боже мой, Туман из Центромеды. Там вот такое же электронное правительство. Ну, Ивремов-то вообще известный человек, который обладал таким правительством, был правительством. И вот там именно так вот все население Земли, все человечество решает там эти вопросы путем всеобщего действительно голосования. Ну, вот получается, что американский опыт показал, что они все равно начали фильтровать обращения граждан, потому что, естественно, при открытом доступе очень много было спама, так называемого, вот именно в этих комментариях. Во-вторых, оказалось, что полемика настолько разноплановая была, что какую-то конструктивность из этого очень сложно было поймать или уловить эту конструктивную составляющую. То есть недисциплинированная публика и вместо конструктивных предложений, вот прошу пункт седьмой, вот в такую редакцию изложить, да? Они там просто свои эмоции, да, ну я тут живу, вот там они в Капитолии. Да, и более того, более эмоциональные люди не всегда были компетентны в этой области, а их эмоциональность вызывала, перетягивала внимание или экспертов, или всего сообщества, которое интересовалось этим процессом, потому что выяснилось еще, что все равно нужно формировать, ну такое называется гражданское самосознание, чтобы люди были внимательны и более образованы в этой области и могли компетентно участвовать в этом процессе. Неколь такую электронную культуру, да. Да, но это уже такая продвинутая электронная культура, потому что американцы, прежде всего, являясь пионерами создания электронного правительства, они создавали их в 95-м году, они столкнулись с тем, что прежде чем вводить электронное правительство, нужно начать обучать электронной грамотности населения. И они были не то чтобы вынуждены, но они организовывали бесплатные курсы, и не только для, ну это выглядело как для студентов и пенсионеров, которых образовывали, подтягивали в компьютерной грамотности, а затем объясняли, как пользоваться этим. Это, наверное, дорогое удовольствие всех обучить. Да, 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 и они столкнулись с этим. Более того, нужно было находить формы для того, чтобы смотивировать население пойти образовываться. Ну, есть ряд задач, которые, но это была такая серьезная, знаете, вот как ликвидация безграмотности, вот прямо на уровне вот такой задачи. Ликвидация компьютерной неграмотности. Да, а потом уже, вот это что называется, если бы мы закончили там первые курсы, затем обдумали и подросло гражданское самосознание, то стоило бы формировать форму взаимодействия гражданин правительства. Ну, вы знаете, вот я вот так вот, ну, тоже в интернете-то вот смотрю, и всякие вещи, и вот там обычно комментарии пишутся, их можно и не читать, они в основном пустые абсолютно. Так как-то вот двумя-тремя словами выражают свою эмоцию, типа, ах, как хорошо, или ах, как плохо, или вообще какую-нибудь фигню пишут, да, вот такими вот, так сказать, фигнями. Ну, вот это фильтровалось. Вот просто. Да, а это, нет, я сейчас хочу закончить мысль. Так вот, видимо, вот у людей современных, вот у людей моего поколения этого нет, по-моему, а вот у современной молодежи, более-менее вот молодежи, у них есть такое вот какое-то вот желание, вот что-то там в интернете писать. Вот и надо, и не надо создать информационный шум. Вот про себя пишут, что я сегодня съел, да кому какая разница, зачем этот вот такой вот дневник, что кто сегодня ел, и кто с кем общался. Ну, никому это не надо вообще. С одной стороны, да, с другой стороны, это форма общения, и мы не будем сбрасывать вот этот слой. Мы вернемся к электронному правительству, и к форме самодействия. И вот в этой электронной правительстве она тоже такую же форму общения, такой же базар. Да, и при этом, при этом, в общем-то, информационная парадигма, вот сейчас информационный век начался, он все равно будет так или иначе больше захватывать сфер. Вы уже сейчас уверенно говорите о том, что у каждого, у каждой лавочки, у каждого магазинчика, у каждого ресторанчика есть свой веб-сайт. Да. А ранее вы совершенно могли бы об этом даже, ну, как бы мне пришлось бы вам объяснять, что это. Вот буквально лет пять назад, это было такой нереальным моментом. И, может быть, чуть больше лет назад нам объясняли, как мобильникам пользоваться. Если мы, как Ефремов, заглядем в будущее, то могу сказать, что новая парадигма коснется не только взаимодействия человек-правительства, но и человек-бренды, да, человек-потребитель. То есть сейчас не бренды формируют политику торговую, а именно клиент, который, с одной стороны, человек, который пишет в интернете о том, что он покушал, куда он сходил, и какие у него друзья, или какие у него мысли в сегодняшний день. При этом он более четко и быстрее дает понять о той или иной неэкологичной функции бренда, или правительства, или действия чиновников. Ну, это сейчас более-менее неинтересно нашему интернет-сообществу с брендами. Действия чиновников неинтересно интернет-сообществу? Ну, уж там кости-то и моют, как там всем. Ой, да что вы говорите. Да там часть интернет-сообщества очень интересуется. Ну, я имею в виду, что это будет примерно... Вот сейчас мы говорим о такой, ну, как тренде, да. Вот уже на Западе бренд не может сказать, что его миссия такова, что вот он там для того, чтобы любить людей, да, или там для того, чтобы приносить добро в этот мир. Если это не совпадает с миссионными задачами, то общество начинает реагировать, и уже шквало, ну, то есть невозможно статьями или чем-то изменить репутацию этого бренда. И дальше будет еще больше. А что вы в давнем случае вкладываете понятие бренд? Вот что такое бренд? Я знаю бренд Кока-Кола, бренд... Вот-вот. И это не реклама сейчас, это просто... Да, там есть и другие названия торговых марок, которые... Да, это бренд. Да, 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 которые сформировались... В данном случае, что вы имели в виду политический бренд, так сказать, это Барак Обама, это бренд. Владимир Путин, это бренд. Это имеется в виду? Я с точки зрения экономики ушла немножечко в бизнес-клиент. А, бизнес-клиент. Ну, как эта же электронная форма взаимодействия, а она просто входит как парадигма в нашу жизнь. Вот эта форма взаимодействия через интернет. Можно я вот такое вот внесу, скажем так, предложение некое такое прогностическое. Вот смотрите-ка, вот явно сейчас увлечь все народонаселение, всех пользователей компьютеров в управление государством, в конструктивное управление государством, да, то, о чем мы говорили, явно бесперспективно. А вот во времена Древнего Рима, там не все, отнюдь не все граждане Рима, они занимались, так сказать, активной государственной позицией. Была такая вот, ну, слово элита такое есть, ну, у них там был некий такой имущественный общественный ценз, вот у этих вот людей, они должны были определенным параметрам соответствовать. Они были серьезные, ответственные люди были, вот ответственные люди они были. Вот, так может быть, и сейчас к этому идет дело, что вот в наших огромных обществах будет выделяться какая-то некая такая ответственная часть общества. Ну, вот раньше было слово такой интеллигенции, да, вот это не совпадает с ней, с этой интеллигенцией, это не то, что люди какие-то с высшим образованием, а это вот какие-то ответственные люди. Сенза не хватает. Может быть, имущественный ценз, да, да, может быть, какая-то некая, ну, понимаете, тут должен, вот, годного имущественного ценза мало, наверное, то есть, ну, точно, он должен себя обеспечивать, конечно, человек, ну, все себя как-то обеспечивают, у кого интернет-то есть. За него же платить надо все, в любом случае. Ну, вот, я не знаю, может быть, к этому все идет, на самом деле, как нас учили там по спирали развития, вас уже этому, по-моему, не учили, а нас еще этому учили. Ну, хорошее, ну, как бы философия. Вот такой будет опять немножко Древний Рим, а они, кстати, говорят, очень были такие. Ну, вообще ничто не ново под луной, фактически. Я вот как эксперт, да, который вот занимался развитием, да, я написала курс по формированию российского электронного правительства, но при этом я просматривала наши концепции, да, связанные с электронным правительством, с развития информационного общества в России, законодательные акты, я такой тенденции не увидела. Не было такой тенденции, да? Или она слишком еще далека? Она, может быть, в мое предложение явно не политкорректно, кстати, обратите внимание, да? В каком принципу будем делить-то? Кто вот это элита, а это не элита. А ему надо как-то, этому дадим электронный ключ, по которому он может голосовать за законопроект, а этому не дадим электронный ключ. У нас вот, собственно, общественная палата же, она существует, может быть, как орган что-то такое, или ее уже переназначение. Ну, общественная палата это все-таки некая такая выбранная или назначенная, но очень узкая. Это все-таки не так, не как у Иоанна Ефремова все. Там у него все были сознательные, там же коммунизм был у него. У него же был коммунизм. Кстати, у нас примерно 3 минуты осталось, да? И вот вы мне скажите, а вот у них, в тех странах, где есть электронное правительство, оно реально, так сказать, влияет на уровень, так сказать, коррупции? Можно небольшую поправочку? В России уже тоже есть электронное правительство, уже официально, оно даже на определенной стадии. Так что будем говорить, что у них более развитые. Вот видите, я, как раз, узнал о том, что в моей родине уже есть. Ну, у них уже давно, наверное, оно, да? Да, да. Векторы дошли до конца и начали, как в Ирландии, все сначала, потому что поняли, что не совсем эффективно построили инфраструктуру электронную. А вот, в принципе, эффективно построенная инфраструктура, она помогает бороться с коррупцией? Ну, вообще, электронное правительство, оно призвано и создано для того, чтобы сделать более прозрачным или научно, да, транспиранси, да, более прозрачным. То есть, если я иду в окошко за справкой, да, то так я как шоколадку принесу, а так я не несу шоколадку. Да. Это я понимаю, а вот по-серьезному, не на уровне шоколадки коррупция, а такая вот... Ну, при этом мы, допустим, когда осматривали с экспертами, да, американские, да, какие-то исследовательские центры, которые занимаются электронным правительством, и не только электронным правительством, а просто формами взаимодействия граждан и правительства. были факты, которые, они говорили о своих коррупционных моментах, это не только, там, политик и избиратели, или политика и компания, да, это мы об этом известны. Чиновник и гражданин. Да, там были военные чиновники и, собственно, бюджет, да, то есть, это вот, в общем, коррупционный момент все равно присутствовал, только он, ну, как бы, в другой форме был. Если мы рассматриваем коррупцию гражданин и между людьми, которые обращаются за услугой, и дальнейшем, да, влияние на прохождение той или иной, там, встать в очередь, еще что-то, раньше мы, конечно, несли все эти шоколадки, не только шоколадки, я думаю, носили. Я вам байку расскажу, можно? Давайте. Это было дело вот тогда, когда у нас была, так сказать, конверсия, слышали, да? Да. Был такой замечательный конструктор Сабельников, КБ автоматических линий, про него в газетах писали, как раз в то время. Он разрабатывал оборудование для патронных заводов, а патроны, там ведь все должно быть взвешено очень точно, да? И вот у него такие роторные линии, они, значит, у него вот патроны делают. Ну, а какая разница, что на них делать на этих роторных линиях? Стали делать, значит, ампулы с лекарствами, точно расфасованные лекарства в ампулах, все прекрасно. Дошло дело до производства, так сказать, сосисек. Значит, вот в каждую сосиску определенное количество всех ингредиентов, абсолютно точно. Эти линии стали распространяться по всему тогдашнему Советскому Союзу. За пределами Москвы, там, где не было такой большой концентрации хороших специалистов в пищевой промышленности, как в Москве и Подмосковье, там все работало, не ломалось, да? Ну, если его линии там во всех развивающихся странах работали, патроны делали, то что тут-то не делали? Вот. А в Москве все время ломались, 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 ломались. И это, кстати, в конце концов сломало карьеру Сабельникова, между прочим. Ну, так, по крайней мере, в газетах писалось. Понятно, почему ломалось, да? Потому что не давало у сушки, у труски жить. Вот не будет ли то же самое с электронным правительством? Это, так сказать, вопрос, который просто, так сказать, риторический. Ну, сейчас у нас есть некоторые области, например, там, Ивановская область, еще ряд областей, именно областями сейчас, муниципалитетными вот этими... Ну, все-таки лучшие специалисты в Москве. Погодите, пока будет в Москве, они сломают. Время у нас, к сожалению, кончилось. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Вот, и публике нашей, спасибо большое за внимание. Вот, послушали мы разговор про электронное правительство. Всех благ, удачи, до свидания. Спасибо.